Всем привет, с вами Василий Павленко, сайт Язван Студио. И сегодняшнее видео будет посвящено такому вопросу, как создание видеомасок непосредственно в программе ProShowProducer. Конечно, видеомаски, которые как-то связаны с частицами, здесь сделать невозможно. Но все-таки на основе каких-нибудь, практически любых рисунков, фигур, геометрических, разных, можно сделать и анимировать свободно такие маски в данной программе. Но начнем мы с создания перехода. Итак, пустой слайд сделаем, поставим ему длительность 4 секунды и переход поставим на 0. Так, открываем его. И создаем два цветных слоя. Можете создать на ваше усмотрение. Разницы, какого цвета они будут, совершенно нет. Желтый, допустим, я сделаю. Далее делаем еще один слой, градиент. Ну, я не буду там искать какие-то рисунки, что-то выдумывать. Я сделаю непосредственно здесь что-нибудь. Так, ромб. Возьмем ромб. Ну, и примерно сделаем вот что-то на вроде этого. Так, 100. Вот такой треугольник примерно сделаем. В принципе, можно ему слегка размыть края. Вот как-то так. И нажимаем ОК. У нас получился вот такой треугольник. Применяем его как маску сразу к подлежащему слою. Так, центр вращения у нас не посередине треугольника. Давайте его опустим на 10, 11, 11. Ну, сейчас попробуем на 11. Так, и на втором ключевом кадре тоже на 11 опускаем. Так, и вращение на втором ключевом кадре. Давайте 3 оборота 1080 зададим, да? Угу. У нас получается же размытый треугольник только по бедрам, а низ у нас остался так. Изменить параметр градиента значит мы не будем делать его размытым. Сделаем просто вот такой вот треугольник. так, на первом ключевом кадре масштаб на 0, на втором ставим 285. так, вот так, на 0, x, а здесь ставим 30. Мало, 31. Примерно, чтобы центр вращения остался в центре слайда. Не обязательно тут точность, но... Угу. То есть, на 0 ставим x и y на минус 31. На втором ключевом кадре. И получаем вот такое значение, такую анимацию. И сразу, поскольку мы не будем делать переход, задаем нашим слоям цветным, задаем в качестве перехода. Желтый я использую как конечный слайд, красный как исходный. Вот таким вот образом. И дальше делаем следующее. Копируем данную маску, дублируем вернее, и дублируем наш красный слой, в данном случае у меня. переносим его наверх. Применяем как маску. Дальше опять дублируем нашу маску. Теперь дублируем желтый слой. Выводим его из-под маски. Ставим наверх. Применяем как маску. Дальше опять то же самое, только с красным слоем. Дублируем нашу маску. Переводим ее наверх. Дублируем красный слой. Выводим его из-под маски. Кидаем его наверх. Применяем как маску. И так дальше, в такой вот через одну последовательности, нужно в общей сложности всех слоев создать от 30 где-нибудь до 50 слоев. Это я сейчас, наверное, ускорю чуть-чуть, чтобы это все так много времени не занимало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я закончил создавать эти слои. последовательность этих слоев. Всего у меня получилось 39 слоев. Сверху должен лежать слой, не тот, который лежит снизу. То есть в данном случае у меня внизу красный, значит сверху у меня будет желтый слой. Ну, с маской в смысле желтый слой. Я сохранил на всякий случай презентацию. И, естественно, если у нас проиграть, поскольку у нас везде маска одна и та же, ну, в смысле параметры анимации у всех масок одни и те же, мы ничего не увидим, кроме того, что у нас и было в начале. Ну, и теперь, можно сказать, начинается самая магия. Как мы будем ее анимировать? Практически так можно, ну, и любую фигуру анимировать или какой-либо рисунок. Не обязательно это должен быть треугольник. Что угодно можете попробовать. Не обязательно именно так. И с центра она увеличиваться будет, как у меня треугольник увеличивается. Можно анимировать, что она появляется откуда-то сбоку, улетает куда-то в другой бок. Ну, это уже ваша фантазия будет работать. Так, и дальше мы делаем следующее. В самом низу перематываем самый низ. Вот этот не трогаем, берем следующий и сдвигаем его в данном... Ну, я попробовал до этого вот сейчас. Я буду делать на треть вот одного деления. То есть одно деление у меня здесь сколько там, ну, какая-то доля секунды. Ладно, вот на треть этого деления одного я буду делать, сдвигать вот эту маску. Берем следующую маску. Тоже уже на две трети сдвигаем этого деления. Следующую маску берем. Уже у нас вот на деление встает. Можно это, конечно, поточнее значение вводить, но в данном случае я этого делать не буду, чтобы сэкономить время урока. И, в принципе, здесь и не нужна такая точность. То есть каждую последующую выше лежащую маску мы добавляем треть вот одного деления. Напомню, что слайд у меня длиной 4 секунды. Субтитры сделал DimaTorzok И последняя получается у нас на полторы секунды. Ну и, в принципе, мы получаем вот такую анимацию. В принципе, наш переход готов. Ну и поскольку мы уже назначили, какой у нас будет исходный и конечный слайд в переходе, ну и можно сразу, естественно, создать переход. Можно его сохранить и использовать непосредственно как переход. Естественно, как-нибудь его называем. Так, у меня тут скопировано. Выбираем все, что нам надо. Про это я уже все рассказывал. Вот это я не использую 4 к 3, можно и могу не делать. И нажимаем ОК. Создаем наш переход. Нажимаем ОК. И смотрим, естественно, что у нас получается. Или не получается. Так, вот это вот мне не нравится картинка. Переход давайте там, ну, 3 секунды, допустим, я поставлю. Открываем переходы и находим наш переход, только что созданный. Нажимаем применить. Смотрим, что получается. Ну, в принципе, вроде все работает, да? Так, 4 секунды помедленнее. Ну, вроде все работает, все получилось. Переход мы создали. Теперь же мы будем делать видеомаску. Открываем вот это. Так, вот это можно все удалить. Соответственно, это тоже. Открываем наш переход опять на редактирование. И теперь наша такая непростая задача, нудная. Поменять наш начальный слайд мы делаем черным. То есть, у меня в данном случае все красные мы должны поменять на черный цвет. Так, где изменить слой, параметры цвета и выбираем черный. Окей. Желтый. Желтый же, да, меняем на белый цвет. Так, изменить параметры цвета на белый. Так, красный меняем на черный. То же самое. Изменить слой, параметры цвета. Выбираем черный. Окей. Желтый меняем на белый. Изменить слой, параметры цвета. Белый. Ну, это я сейчас тоже чуть-чуть ускорю. Потому что, я думаю, понятно. То есть, исходный я поменял на черный. А к которому слайду идет переход, я поменял на белый. Ну, в данном случае красный на черный я меняю. Желтый меняю на белый. У вас, возможно, будут другие цвета. Итак, чуть-чуть ускоримся здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я заменил все слои на черный и белый. Можно было, в принципе, этот переход изначально создавать с черно-белыми слоями. Но переход просто можете, в принципе, и так делать. Но просто переход смотрится, наверное, лучше, когда там что-то цветные слои, а не просто черно-белые. Хотя можно его сразу создать и в таком варианте. Ну и все. Практически у нас вот она получилась видеомаска. Теперь мы ее можем спокойно сохранить. Так, вставить пустой слайд. Давайте здесь мы выберем цветной слой. Белый. Окей. Окей. Поставим длительность там 0,5, например, в секунды. Вставим еще один пустой слайд. Пусть остается черный. Тоже 0,5 секунды. И поставим его в начало. Чтобы у нас чуть-чуть в начале и в конце оставалось черное и белое видео. И теперь, естественно, это все можно вывести как видеофайл. В каком вам удобно или нравится формате. Я это сделал вот MP4AWS 1280 на 720, 30 кадров в секунду с параметрами скорости 17000 килобит в секунду. Можно это все аудио выключить. Нажимаем создать. Естественно, как-то его называем. И сохраняем туда, куда нам нужно. Сложного здесь ничего нет. Сохраняется, в принципе, довольно быстро. У меня, естественно, сейчас в данном случае еще подтормаживает то, что у меня идет запись видео. В принципе, не обязательно. Я вот здесь 4 секунды так и оставил. Можно было сделать 6 секунд. Растянуть его чуть-чуть. Но мне, как говорится, показать смысл этого всего, а не сделать точно, что там кому надо. Я думаю, удлините там до 6 секунд, если надо, или до скольки. Итак, мы получили видеофайл. Теперь мы берем какую-либо фотографию, какую бы взять покрасившую. Да любую, хоть эту. Берем данную фотографию, делаем ей длину, допустим, 6 секунд, а не 4. Открываем ее на редактирование. Находим наш файл, который мы только что создали. Закидываем ее в программу. Наверх его. Сейчас просчет там пройдет. Так, добавилось. Этот слой дублируем. И, естественно, помимо того, что данным файлом можно как-то украсить наше видео, данный файл можно еще, помимо этого, использовать, допустим, в видеоредакторах. Но, к сожалению, именно, допустим, по Pinnacle Studio, по которой я делаю уроки, там нельзя такие. Не, ну, использовать можно, но как маску его использовать нельзя, данный файл. Но во многих видеоредакторах, созданные таким способом видеомаска, можно использовать тоже как в качестве какого-либо украшения, так и в качестве перехода можно такое видео использовать. Так, итак, давайте мы его опробуем. Поскольку у нас 4 секунды фактически, а Slate H6 сделал, мы ему скорость поставим где-нибудь 75. Громкость, громкость у нас так не будет. Можно нашу пустоту вначале обрезать. Слегка, окей. Так, идем в эффекты. И применяем его как маска. Естественно, сейчас мы ничего увидим. У нас два одинаковых совершенно изображения лежат. Для этого нам надо одно из изображений сделать как-либо, отличающееся от другого. Не обязательно так, как я показывал там в каком-то видео, там с помощью контрастности. Хотя это можно сделать, в принципе, и с помощью контрастности. Вот, допустим, к этому видео мы добавим контрастности. Можно еще добавить. Но это, конечно, слишком, но... И в итоге у нас получаются вот такие штуки. Не обязательно это должна быть контрастность. Можно добавить там яркости. Допустим, тоже получим... Вот такие штуки. Можно не к этому, можно к этому добрать. Но факт то, что к одному из изображений нужно добавить какое-либо изменение. Там яркость, контрастность или что-либо там. Можно даже попробовать там масштаб добавить, изменить. На одном из изображений 120. Тогда мы получим вообще вот такие вещи. Тоже можно использовать так, что... И, как я уже сказал, это не должны... Ну, не обязательно же должны там треугольники какие-то быть или что. Можно любую фотографию какую-то, маски эти, их море, этих разных черно-белых масок в интернете можно найти. Можно было при создании данной маски к нашему треугольнику добавить слегка размытие. Чтобы не были такие жесткие края. Так что фантазируйте, пробуйте. Фактически можно что угодно так анимировать. Даже вот используя только прошел продюсер. Ну, кроме, как я говорил, частиц, да, такие уже вещи надо с каких-либо специализированных программах. И с помощью даже не самих программ, а с помощью каких-то дополнений, плагинов к данным программам. Так что... Остальное все, кроме частиц, можно фактически анимировать. Не обязательно даже одну, можно несколько разных каких-то фигур использовать. Там, не геометрических, можно вообще любых. Ну, думаю, это кому-нибудь все пригодится, надеюсь. На этом все. Всем пока. С вами был Василий Павленко. Сайт Язан Студио. Заходите на сайт, группу ВКонтакте. Задавайте вопросы. Всем пока.